Быстрее приступили к рекультивации. Чиновники не приступают к рекультивации, потому что есть разного рода документальные судебные казусы. Там лежат отходы в Анаде, которые чиновники, суд, ту компанию, которая сложила туда эти отходы, по суду, говорит, надо вывозить. Та компания вывезти не может, потому что не может найти эти отходы, понимаете? В результате мы все страдаем здесь, потому что никакие органы не могут дать документы на рекультивацию этой свалки. И вот есть дельцы, которые играют на этом, которые хотели бы этой свалке вернуть статус полигона. Все. И есть журналисты, которые освещают ситуацию таким образом, чтобы этой свалке вернуть статус полигона. В данном случае вот ваше издание не пропустило наш материал, который мы писали президенту, снимали президенту с требованием эту свалку, эту свалку, значит, начать рекультивацию на ней. Вадим, а почему ночью на свалке оказываются отходы пластика? Я не знаю, вы это спрашиваете не у меня. Я не являюсь владельцем этой свалки. Ну, свалка же требует рекультивации, так почему туда свозится пластик? Откуда я знаю? Вы должны взять и исследовать, нанять там кого-то, в Следственный комитет прокуратуры. Нанять в Следственный комитет прокуратуру? Обратиться в Следственный комитет прокуратуру. Да слушайте, ну я ошибся, вы сейчас будете привязываться к конкретному этому слову моему. Пожалуйста, привязывайтесь. Повторяю еще раз. Наше общественное движение за срочную рекультивацию этой свалки. Точка.